Всем доброе утро, ребята, и наконец-то я уже собралась полностью, приготовилась и выезжаю сейчас на маникюр, у меня он через полчаса, но так как у меня дома не слишком далеко ехать, поэтому буду выходить через 5 буквально минуточек. Сегодня, кстати, опять так достаточно сверлит, поэтому я проснулась прям так заранее, еще как раз-таки классно проснулась за полчаса до публикации нового своего влога, и у меня было время еще подготовить его к выходу, как говорится. Я ничего почти не кушала, буквально только выпила воды с лимоном и съела один банан, потому что что-то ничего не хочется, еще меня очень сильно защемило вот здесь вот под грудью, короче, очень сильно колет, и когда я вдыхаю, мне очень тяжело вдохнуть, я не знаю, что это, я уже выпила успокоительное, уже сердце так колотилось, я не знаю, с чем это было связано. И на улице сегодня какая-то такая хорошая погода, вроде бы ветрено, но ветер безумный, безумно теплый, я вот вышла на балкон, постояла, подышала и прям насладилась, уже хочу поскорее выйти на улицу. Возможно, после маникюра быстренько зайду в магазин, там рядом есть Ашан, возьму что-то перекусить, и надо еще посмотреть швабры, швабры, что шумят, этот акцент начался появляться. Посмотреть нужно будет швабры еще, потому что мы так до сих пор пол здесь нормальный и не мыли, только обычной тряпкой протирали, но маленькой тряпкой весь пол во всей квартире, оно не совсем комфортно быть, поэтому зайду, посмотрю швабру, если будет что-то нормальное, то, наверное, возьму. Ну, короче, погнали, у нас на кухне очень сильный срач, я не стесняюсь вам этого показывать, потому что, так как это моя жизнь, я вам транслирую свою ежедневную, повседневную жизнь, поэтому вы можете наблюдать и видеть то, что у нас происходит дома, просто не было желания мыть посуду вечером, не было желания убираться, просто захотелось просто отдыхать и все, поэтому уберемся мы сегодня. Я сегодня снова надела кожанку свою любимую, блестящую свою любимую кофту, черные лосины и кроссовки, и попшикалась вот этим вот спреем пинг с кокосом, что пахнет очень вкусно сегодня. Так, маску не забыть, телефон не забыть. А я, ребят, все каждый раз захожу в лифт с надеждами на то, что здесь убрали эти доски, но я понимаю, что в ближайший год их отсюда еще не уберут, потому что ремонты только все делают и сделают. Они это не скоро, поэтому еще придется не фоткаться в зеркале. Только не в глаза, только не в глаза в песок, пожалуйста. Господи, все, я вызываю такси, потому что я его еще не вонюю. Едем на 21 этаж. Маникюр находится в жилом доме, но на верхнем массаже находится офис. Быстро как-то доехала, но у меня, в принципе, еще 10 минут. Музыка. 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 Наконец-то мне сделали нормальный красивый маникюр, срезали длину, теперь не будет ничего болеть, все аккуратненько. Сейчас выйду из лифта и расскажу вам кое-что интересненькое. Так, маску снимать не буду, потому что иду в магазин, и чтобы опять ее не надевать. Я хочу вам рассказать о том, что мы со студией маникюра, там, где я сейчас делала маникюр, придумали для вас очень-очень классный розыгрыш. Все условия розыгрыша будут у меня в инстаграме под моим последним постом. Розыгрыш будет длиться недолго, поэтому скорее переходите в инстаграм, читайте все условия и имейте возможность выиграть бесплатный маникюр с покрытием со ссылочкой на салон. И на мой инстаграм будет в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь и читайте все условия, выполняйте и получайте классную процедурку в подарок. Значит, условия максимально простые. Это просто подписаться на страницу салона, поставить лайки на три последних публикаций. И у меня будет в инстаграме сториз, где вам нужно будет поставить плюсик, что вы участвуете в данном конкурсе. Главные призы. Первое место это маникюр и покрытие в подарок. Второе место это маникюр и покрытие с 50% скидкой. А второе место 30% скидки на весь данный комплекс. Мне кажется, это очень классный подарок, потому что ручки у девочки должны быть максимально ухоженными, максимально красивенькими. Поэтому обязательно переходите ко мне в инстаграм, участвуйте и побеждайте. В магазине по-прежнему очень-очень пусто. Открыты только несколько магазинов, аптеки и продуктовые. Ребят, суток покупки пошли не по плану. Главное, я купила три пакета на 600 гривен. Заказала такси, сейчас уже будет. Капец. Так, мальчики, я уже пришла домой. Давайте сейчас покажу, что я купила, потому что так в магазине особо не снимала. Так как постоянно видели охранники, а я очень люблю, когда за мной ходят, либо же надо мной смотрят, когда я снимаю ролики. Поэтому давайте быстренько покажу. Чек вышел на 686 гривен. Тостовый хлеб, чай, приправы, зубочистки, сухие полотенца, раз лоток, два лоток. Это для муки я купила. Следующее, что это? Яйца. Новый соус манго-чили. Должно быть очень вкусным. Вот такой вот йогурт натуральный. Колбасу. Фарш. Хочу очень сделать котлеты куриные. Помидоры. Куриные бедрышки. И пару принадлежностей для ванны. Это ватные палочки. Бель для интимной гигиены. И взяла такую зубную пасту попробовать. Я очень сильно голодная. Я вообще ничего не ела, как вам уже говорила. А уже 7 часов вечера. Поэтому сейчас будем заказывать, наверное, что-то покушать. До минус. А уже либо сегодня вечером, ближе к ночи, приготовлю котлеты. Либо уже завтра утром. Так что посмотрим. Все, побегу переодеваться. Потому что такая вот так вымоталась. Саня, это что-то пиза приехала. Большая. Это чизброгер-пицца. Посмотрите, какая она еще горячая. Господи, как я хочу кушать. Еще я сижу и принимаю заявки в инстаграме. Потому что вас очень-очень много. Подписывайтесь, подписывайтесь. И я очень рада, что вас становится все больше и больше. И я, кстати, хотела порадоваться такой новостью. Помните, я говорила, что еще чуть-чуть у вас будет 90 тысяч? Так вот, у вас уже 96 тысяч. Так что спасибо вам большое за то, что вы подписываетесь. За то, что вы со мной. И за то, что вы меня смотрите. За то, что вы меня поддерживаете. Совсем скоро уже будет 100 тысяч. И мне максимально просто в это не верится, что уже... Так, 100 тысяч. Это будут уже три циферки. Сто тысяч вообще не верится. Так что идем дальше. Только вперед. Вот так все мы кушали. Всем привет, снова. Вкусненько. Для меня 100 летнее. Да, безопасно. Еще и самое классное. Чизбурри безумно вкусно. Класс. Супер. Я помню раньше свистела вот так вот. Не помню зачем. Не знаю зачем я это делала. Я пересмотрела свои влоги вчера. Это капец. Я хочу как-то заснять ролик. Свои старые видео. И чтобы вы видели мои эмоции. С какими эмоциями я смотрю свои старые ролики. Потому что это что-то с чем-то просто. Я вообще себя не представляю, как я такой была, как тогда. Котята, у меня сегодня день прошел очень хорошо. К вечеру настроение подпортилось. В связи с некоторыми обстоятельствами я на самом деле не понимаю многих людей. Но я об этом не хочу в это углубляться. Не хочу об этом говорить. Чтобы вас не угружать. И в принципе само не зацикливаться на негативе. Потому что мне негатива и так в последнее время очень-очень много хватает. И я наоборот хочу от этого избавляться. Вот. Сейчас у нас уже 12 часов ночи. Я посмотрела опять холостяка. Почитала книгу. Мы с Сашей хорошо покушали. И я хотела на вечер приготовить котлеты. Но так как мы поели тогда пиццу. Мы до сих пор не хотим кушать. Поэтому наверное уже завтра. Хотя может еще сегодня. Не знаю. Посмотрим. Как будут дальше все дела. Я сегодня как пришла с маникюра. Саша все убрал. Помыл плиту. Помыл всю посуду. Этого я кастрюлю доставила из холодильника. Потому что там были макароны. Нужно будет ее чисто домыть. Все. Саша все убрал. Мусор вынесем утром. Так что у нас теперь чистенько. Сейчас еще вот это все повыкидываю. То что распаковывала в пакетах. И сейчас наконец-то хочу пересыпать муку в эту банку новую. Я уже помыла. Она уже высохла. Поэтому можно пересыпать. И будем с вами болтать. Знаете. Мне вообще не верится. Что через 13 дней уже лето. 20-й год уже начался уже довольно таки так давно. И время настолько быстро летит. Для меня 19-й год был очень каким-то медленным. А вот 20-й, считайте, половина года уже прошло. И как-то время идет максимально быстро. И ты хочешь все успеть. Хочешь все сделать. И столько, на самом деле, идей в голове. Столько целей. Столько планов. И ко всему, соответственно, хочется прийти. Поэтому я сейчас максимально вкладываю много усилий в развитие. В развитие своего канала. В развитие инстаграма. В развитие одного проекта, о котором я пока не могу вам говорить. Но совсем скоро я раскрою все карты. Первым, конечно, делом я расскажу вам это в моем инстаграме. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Все ссылочки будут в описании. И я уже понимаю, что через пару дней у меня в инстаграме будет 100 тысяч человек. Я уже вам сегодня об этом говорила. И хочу еще раз сказать огромное вам спасибо. Я хочу на 100 тысяч сделать очень-очень классную фотку. Это будет моя первая фотка с моей такой большой цифрой в инстаграме. Я знаю, многие делают на 10, на 20, на 30. То есть на каждых 10 тысяч новые какие-то фотки. Для меня каждый человек, который на меня подписан, это уже огромная победа. Потому что я понимаю, насколько сложно и насколько важно удержать человека именно в своем профиле. Быть интересным. И я рада, что я остаюсь интересной для вас. Я рада, что вы меня смотрите. То, что вы меня поддерживаете ежедневно. Вы мне в инстаграме пишите такие, ну и на канале тоже, конечно же, такие слова поддержки, что я просто не понимаю и не знаю, за что мне такое счастье и чем я его заслужила. Но знаете и помните, что мне действительно невероятно приятно. Я рада, что у меня есть именно такие зрители, как вы. И если бы мне предложили хоть миллион, хоть два миллиона взамен на то, чтобы поменяться с кем-то аудиторией, я бы ни за что это не сделала. Потому что моя аудитория самая-самая лучшая. Я не перестану и не устану никому это повторять. Потому что меня спрашивали много раз, как ты в этом твоя аудитория. У тебя злые люди, не злые. И я говорю, что у меня самая искренняя, самая добрая, самая вежливая, самая заботливая аудитория. Так что я вас очень люблю. Оставайтесь со мной, а я буду радовать вас еще больше. Я как-то так вымоталась сегодня морально. Потому что утром очень перепугалась за то, что меня защемило. И вечером тоже болело. Мне Саша массажировал. Сейчас уже более-менее попустила, поэтому я решила к вам прийти. Так что будем с вами уже скоро прощаться, чтобы я сегодня опять не ложилась поздно спать. Потому что здоровье, я поняла, что нужно его поберечь. Мне еще много чего предстоит сделать. И я очень хочу в ближайшее время заняться полностью обследованием своего здоровья. Полностью пройти по всем врачам. Сделать такой апгрейд. Стать все анализы. Просто я была уверена. Короче, что у меня просто было внутреннее спокойствие. Я очень люблю, когда я внутри спокойно. И знаю, что нет никаких проблем. И я могу дальше заниматься своими делами. И не быть сосредоточенной на негативе. Потому что здоровье, это очень важно, когда оно подводит. К сожалению, такое бывает. То, конечно, не очень весело. И здоровье нужно беречь, на нем заботиться. Потому что наше тело способно на многое. И оно дает нам все. И за ним нужно наблюдать, укаживать. Любить и ценить. Поэтому любите себя. Цените себя. Занимайтесь собой. Развивайтесь. Никогда не обращайте, не зацикливайтесь на негативе. Никогда не обращайте на негатив со стороны других людей. Вы должны понимать, что у вас есть своя цель. Свои мечты. И вы просто должны к ним идти. Несмотря ни на что. А я верю в вас, что у вас обязательно все получится. Вы обязательно добьетесь то, чего вы хотите. Добьетесь всех своих поставленных целей. Это просто без разговоров. Потому что все, что вы хотите. Потому что все ваши мечты, они досягаемые. Еще раз хочу сказать вам огромнейшее спасибо. За сегодняшний день. Который вы провели вместе со мной. Огромное спасибо за то, что вы смотрели мое видео. Я вас люблю. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok